Накануне праздника в окружной столице состоялся автопробег, посвященный 70-летию Великой Победы. Свои машины участники украсили военной тематикой, а некоторые особенно постарались и разместили кадры из самых известных фильмов о войне. Какие кинокартины вдохновили участников автопробега, узнаем у Любови Пермяковой. Ну что, погнали! Так говорил Леонид Быков в своем самом известном фильме о войне. В бой идут одни старики. И вот сегодня один из участников пробега решил запечатлеть этот уникальный фильм на своем железном коне. Здесь мы видим знаменитых героев, всеми любимой Смуглянке. Кстати, это самый любимый фильм владельца автомобиля. Именно Сергей Хмаренко стал инициатором автопробега. Потом мы подумали, что было бы неплохо немножечко расширить ограниченные нашей больницей рамки. И вышли на администрацию, на организационный комитет, который занимался подготовкой к празднованию 70-летия Победы. И нам пошли навстречу. Поэтому в пробеге будут принимать участие не только сотрудники нашей больницы на личных автомобилях, но и представители других общественных организаций. Кстати, автомобили все украшались за счет владельцев. Некоторые автомобилисты не понаслышке знают, что такое война. Многие из них служили в горячих точках. Это такой, знаменательная такая дада. Это победа. Победа наших отцов, дедов. Спасибо им, что мы друг другу можем смотреть в глаза и жить, как они хотели. Доброте, справедливости. За победу, дорогие. За победу. Александр Михайлов воевал в Афганистане и сегодня просто не мог не прийти. Ведь он, как его друг и товарищ Юрий Иванов, который тоже был участником военного конфликта, знает, какой ценой достается мирное небо. Как и для всех, наверное, людей, память об отцах. У меня у самого отец был юнг из Северного флота, воевал на Северном флоте с 15 лет. Вначале в качестве юнга. Так что это память об отце, память о всех, кто нам жизнь дал, ради кого мы сейчас живем, так как живем в мирном государстве. Более 30 машин с символикой победы и флагами города, округа, России и знаменем победы проехали более 10 километров. Именно столько составляет отрезок дороги от Наринмара до поселка Искателей. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, Телеканал Север.